впервые за последние 10 лет на самом деле достигнут потрясающий результат финансовой работы финансово-экономического блока правительства потому как законодательной власти уже почти 8 лет да и ни разу нам не удавалось даже приблизиться к тем параметрам бюджета бездефицитного бюджета который был озвучен и который был достигнут в этом году это безусловно первая и очень важная позиция которую но необходимо отметить потому как за ней опять же стоят и вот эти все инициативы которые были сегодня нашим губернатором озвучены в первую очередь 30 миллиардов плюс новых поступлений в бюджет которые и явились той снова на основании которой были сделаны вот эти предложения я бы хотел сказать что такого уровня инициатив не было никогда на моей памяти по крайней мере да которые но опять же могут охватывать 10-летний горизонт моей памяти и все они что опять же очень важно касаются скажем так вопросов улучшения жизни людей связано ли это с образованием связано ли это с медицинским с медицинской помощью связано это с инфраструктурой ремонтом дорог все это связано с тем чтобы людям было комфортнее жить в районах края городах края в маленьких городах края в крупных городах для меня важно что я отметил да ну так как мы с вами находимся стенах краснярского государства медицинского университета то безусловно и обратил внимание на тот уровень поддержки который был на который был обозначен в плане обучения медицинских кадров это в первую очередь и безусловно подготовка врачей все мы знаем что этот вопрос наиболее острых сейчас стоит в плане даже выполнения национальных проектов это и расширение количества ординатур причем как за счет федерального уровня так и очень важно за счет краевого уровня безусловно решить вопросы наличия узких специалистов в лечебных учреждений причем только крупных городов там александрюк сегодня очень много сказал про сельскую местность про медицинскую помощь на селе и это очень важно потому что именно там у нас самые большие проблемы сконцентрированы и в первичном звене и специализированной медицинской помощи очень важно что было подчеркнуто что не только врачей нужно добавлять количественно и качественно но и фельдшеров и на среднемедицинский персонал очень важно что будут усилены конкурентные способ возможности краснодарского края по привлечению кадров извне что мне очень понравилось что те уже отработанные программы федерального уровня такие как земский доктор земский фельдшер дополнены очень правильной инициативой краевого уровня имеется ввиду мобильный врач потому как мы знаем что далеко не везде существует парк машин скорой медицинской помощи такой который соответствует сегодняшнего дня если этот вопрос вот таким способом будет решен мне кажется будет прекрасная инициатива губернатор очень высоко оценивает состояние высокотехнологичных центров города красноярска потому что они в основном сосредоточены здесь и важнейшим наверно моментом для того чтобы не только стены были красивыми но и содержание соответствовало форме это безусловно вот эти вот долгосрочные стажировки наших врачей за рубежом ведущих клиниках европы уже несколько лет такая программа существует ее инициатором также выступил наш губернатор это его заслуга очень важный момент для того чтобы как можно большее количество врачей все-таки получила знания о современных подходах так как они есть на сегодняшний день в развитых экономиках развитых системах здравоохранения европы это еще один вопрос который был сегодня тоже поднят это вопрос привлечения сюда медицинских специалистов которые могли бы здесь уже гораздо большему числу врачей свои знания передать такая такой комплексный подход не только к вопросам здравоохранения хотя конечно я сконцентрирован был именно на этом сегменте выступления александра викторовича но комплексный вопрос не позволит мне кажется что позволит значительно улучшить примете вот этот вопрос социального благополучия населения красноярского края если человеку будет комфортно жить комфортно жить в городах комфортно жить на земле то все остальные проблемы у него будут решаться с гораздо большей легкостью и безусловно вот этот успех еще раз повторюсь до работы финансово-экономического блока нашего правительства по выведению бюджета на бедефицитный уровень это безусловно очень серьезная предпосылка к тому что с реализации этих инициатив жизнь в том числе в сельских районах будет стабилизирована и меняться только лучше